Город Балагоя Тверской области удостоен звания город трудовой доблести. О решении, принятом 9 сентября на заседании Оргкомитета Победа под председательством президента страны Владимира Путина, сообщил губернатор Игорь Руденя на встрече с общественностью Балаговского района. Также рабочая поездка главы региона муниципалитет включала в себя посещение местного арматурного завода, общение с многодетными семьями и осмотр новой газовой котельной. Город Балагоя стал первым населенным пунктом Тверской области, который удостоился звания город трудовой доблести. Этого звания ранее были удостоены 32 города России. Теперь еще в 12 населенных пунктах страны, включая Балагоя, появятся стеллы городов трудовой доблести. О решении, принятом на заседании Оргкомитета Победа под председательством президента России Владимира Путина, жителям Балаговского района рассказал глава региона Игорь Руденя. Для нас это не просто почетно, это заслуженность для города. И что очень важно, историческая справедливость восторженствовала, но и самое главное, что все, что делалось, те документы, которые подготовили, которые мы передавали президенту Российской Федерации, они все получили и очень высокую оценку, и очень достойный результат. Также в числе обсуждаемых с общественностью тем было внедрение на территории Балаговской агломерации новой модели пассажирских перевозок. Идея была поддержана абсолютным большинством людей, находившихся в зале. Как отметил Игорь Руденя, после подготовки всей необходимой документации, приход транспорта Верхней Волжью в муниципалитет может состояться уже 1 августа следующего года. Активисты подняли вопрос о ремонте автомобильной дороги Балагоя-Кемцы-Березовский рядок, которая находится в неудовлетворительном состоянии. Игорь Руденя подчеркнул, что работы на объекте будут проведены после проведения обследования. Дороги специалистами, она будет включена в программу дорожных работ. Волновали граждан и другие вопросы. Сегодня были люди, представители фермерских хозяйств, малого бизнеса, которые просили о чем они начинают расти. Это хороший вопрос, вопрос роста. Один просит площадь, уже в Твери хочет реализовывать товары, другой здесь. Тут магазины продавать свои продукты. Много внимания в ходе рабочей поездки в муниципалитет было уделено развитию промышленности. Высокие гости посетили Балаговский арматурный завод. Здесь производят шаровые краны для воды и газа, вентили, сетчатые фильтры. Производственная мощность более 1,2 миллиона единиц продукции в месяц. В планах у компании наладить производство шариковой заслонки и создать гальванический цех. На заводе работает порядка 420 человек. Предприятие осуществляет торговлю как внутри России, так и со странами СНГ. Казахстан поставляем, Узбекистан, Белоруссию обязательно. Ну и, соответственно, сейчас пытаемся получить сертификат европейского стандарта о торговле за рубежом. Вопросы развития промышленности, здравоохранения, инфраструктуры стали главными. И в ходе визита главы регионов зато озерный. Здесь Игорь Руденя пообщался с офицерским составом 7-й гвардейской ракетной дивизии, дислоцированной в населенном пункте. Встретился с многодетными семьями, посетил местную ЦРБ. По итогам визита был дан ряд поручений. Реконструкция системы ЖКХ, ЖКХ, это водоочистка, это очистные сооружения, которые необходимо модернизировать. Это работа по энергетике, подключение объектов промышленности, сельского хозяйства, ускоренное к энергосетям для того, чтобы предприниматели могли начать работу по вновь созданным объектам. Это объекты, которые касаются дорожного хозяйства. Четыре ключевых вопроса. Кроме того, несколько ключевых поручений касаются системы образования, строительства спортивного зала и ремонта двух школ.